Какого х**а вы трогаете чужую собственную? Вообще в шоке. Пока вы будете разговаривать так, с вами разговаривать не о чем. Давайте вот как животное, давайте сейчас с вами еще возьмем палки, лопаты, будем это... Ну а чего вот это вот за общение? Я тебе не плюшу, я вообще тебе голову в дрели. Ну давай, Иван, тащи-ка. Давайте, несите плюшку, я жду. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, как водитель, обратите внимание на вот этого человечка, означает пешеходная дорожка, зона. Я понимаю, ребята, я сейчас вам тогда... Вот сейчас я вам тогда покажу инвалидное удостоверить, тогда дайте мне место. А за кричкой должна быть инвалидная. А вообще, знаете, что ее нельзя обвешать? Это имеет право, я объясняю. Можно, можно. Вы ГАИ? Ну, почти. Мы... Не умничайте. Вот я еще раз говорю. Я не умничаю, я вам объясняю. Пожалуйста. Инвалидный номер имеет право только инвалиды первой, второй группы. Инвалиды третьей группы должны этот знак перед остановкой вытаскивать его вот так вот вытаскивать. Хорошо, мы вам верим. Пойдите навстречу. Хорошо, где я должна поставить? Вот я не могу, у меня костыль, как я дойду? Смотрите. Да, смотрю на вас. Вы можете подарить этот автомобиль мне и обещаю. Я всегда найду, я всегда найду, где его поставить, честное слово. Найдите мне сейчас. Но дело не в уме. Дело в понимании ситуации. И в данном случае... Вам, я смотрю, заняться нечем. Вы все лучше снимаете? Ну, подождите. Ну, вы не кричите. Ну, почему мы с вами нормально? Потому что вы... Вам же делать нечем, вы же стоите, вам же развлекаетесь вы. А в чем это? Вы видите, что я как-то смеюсь, как-то издеваюсь над вами. А что только втроем снимаете? Давайте еще 10 человек, потом вот в YouTube выкинете. Что вы сейчас только втроем снимаете? В вашу красоту увидит вся страна. Ой, слушайте, не умничайте. Если вы такие умные, если вы говорите, давайте так, для инвалидов. Давайте так, для инвалидов. Давайте так, для инвалидов. Давайте для инвалидов, ребята. Вот вы еще, для за них тоже. Давайте сейчас костырём. Вы можете тему, пожалуйста, мне переводить? В данном случае. Где место? Вот я приехала в Сбербанк, мне нужно получить деньги. Вы приехали на машине, и вы спрашиваете, где вам место? Да, где здесь место для... Вот вы же радуете за это? Вот меня Кирилл зовут, как вас? Я радуюсь. Где вы видите, у меня радость? Вы радуете? Я просто говорю про то, что все те, кто имеет столь замечательный автомобиль, вы можете смело дарственную на меня, я определю парковку сразу. Вы еще раз радуете за то, что там были порядки. Вот я объясняю, где тогда место вот в Сбербанке? Дело не в порядке, а в уважении, как минимум. Надо уважать, слышать, слушать. Где место для инвалидов? Не на тротуаре. А я не на тротуаре, я еду дальше. А я не собираюсь. Почему вы не повернули в тот сквер, где есть знак? А почему я вот туда дальше еду? По тротуару. А где здесь видно, что это тротуар? А знак. А что вот эти машины делают? Вы ничего не спрашиваете? А если они сейчас будут здесь какать, сидя на корточках, вы так же будете? Да. И вы тоже будете? Да, да. Все, стадный инстинкт, что ли, я не понимаю? Да, а вы прям такие, а вы не стадом ходите? Причем здесь стадом? Скорее всего, у вас надо стадом, вам заняться нечем. Все, если мы радуемся, ратуемся и так далее, вы будете выше этого, будете выше этого. Да, конечно, я все равно встану. Вы женщина. Вы, понимаете, вы эталон спокойствия должны быть. Вы должны быть как антистресс для мужской половины населения. В данном случае почему-то вы выводите себя на ровном месте. Смотрите, люди с детьми ходят, а вы мешаете. У вас Infinity, FX, огромный. Да и что дальше? Весь тротуар заставил. Вот ты заработай, и ты будешь на Infinity ездить. А, у нас, получается, тот, кто имеет много денег и имеет какие-то привилегии и преимущества, что ли, я правильно вас понимаю? Я имею привилегии как инвалид, понятно? Так, но не на тротуаре. Я вас как инвалида понимаю, сочувствую вам. Тогда покажи мне место, помогите мне найти как инвалидное место. Будьте так любезны. Я же вам показал. Вон, видите? А я оттуда не дойду с костылем, мне далеко идти. Так, а почему? Подождите, вы ехали сюда, в это отделение. Да. Я уже была здесь. На такси езжайте. На такси. А почему? Правильно. Ну, если вам ее негде поставить, почему вы едете на своей машине? Так, вы выезжали и сказали, тогда если вы такие все грамотные. В общем, мы вас предупредили. Ой, слушай, меня предупреждают, знаешь. Бесполезно думать. Смените резину, все равно неудобно летом тормозить, длинный тормозной путь. Ну, я еще будешь учить, чем менять. Все, ладно, ладно. Парень, сам водитель, думаю, все равно дайте руку. Ну, я живой его видел. Не, правда, что-то тут смотрели. Ой, это нам благодарность. Ты первый раз, да? Да. Да, частенько мы здесь. Блин. Молодцы. Все, спасибо большое за поддержку. Эй, здорова. Да, здрасьте. Как ты? Хорошо. А вы как? Где Ислам? Ислам в Чечне. В Чечне, да. Знаете, как мне прискорбно слышать, что человек смотрит наши ролики и заезжает под знак. Это самое обидное, что может быть. Просто как бы банкать. Не, ну, мы понимаем, но... Скорее посадки. Некрасиво. Так что вы тоже поймите. Ну, ладно, спасибо хоть за реакцию адекватную, да. Все, ладно, до свидания. Вы видели, сколько сейчас дам? Вы разочаровали. Перекрыли. Представляете, как они сейчас вас грустными глазами смотрели. Кого мы перекрыли? Вы вход на тротуар перекрыли. Представляете, как сейчас у вас женщина... Я вроде бы ничего не перекрывал. Что еще раз? Я вроде бы еще ничего не перекрывал. Смотрите. Ваш Бентли перекрыл просто, ну, больше 50% тротуаров. Вход на него. Ну, а чего? Тротуар, вы знаете, какой по размеру? Ну-ка, расскажите-ка нам про размеры, если вы в этом профессионал. Какого должен быть размер он? Вы, типа, умничаете? Подожди, вы говорите, тротуар, какого должен быть размера? Я говорю, расскажите, какого размер он должен быть? Я вам спрашиваю, умничаете. Вы знаете или не знаете? Про размер татуара? Нет, не знаю, у вас спрашиваю, как профессионала. Я ей просто спрашиваю. Я тоже сказал, разве я знаю? Я сказал, что я профессионал? Наверное, вы профессионал, вы же ходите. А что у тротуара должна быть какая-то именно определенная ширина, длина и так далее? Разве не должно быть? Так, хорошо. Не, просто интересно. Широким он быть не может, правильно? Я не знаю, я у вас спрашиваю. Может. Гуляли когда-нибудь в Парк Победы, Садовое кольцо, Кутузовский проспект? Видели какие там огромные тротуары? А почему вы так настороженно спрашиваете, умничаете? Но если я спрашиваю у вас, значит, я уже не могу быть умным, правильно? Умный человек вопросы не задает, он все знает, он отвечает на них. Серьезно? Точно. Вы опять меня спрашиваете? У нас высокоинтеллектуальный диалог получился, вам не кажется? Да ладно. Точно. Серьезно? Точно. Не думаю, что у вас интересно. Спасибо за комплимент. Можно ответить? Выезжай, я тут стою. Вы направо, выверните рулю, вы можете смело проехать. Аккуратно. За вас смотрите, пробка образовалась. С меня? Да. Уверен? Вы вопросы за... Блин, вообще, если честно, я уже не хочу, чтобы вы уезжали, вы очень смешной человек. Смешной человек. Я тебе что, клоун, что ли? Ну, пока вы просто так... Ты умный? Ты меня спрашиваешь? Я что, клоун? Здесь можно? Просто получается, честно, смешно. Это односторонний, ребят. Ты что споришь? Односторонний на тротуаре? Да я не машинник. Да вообще-то никакого. Аккуратно. Иди нахуй, ёнк. Ты дебил, нет. Вас ничего не смущает? Где здесь запрет проезда, блин? Как минимум, вот, назначали... Здесь нет запрета стоянки, тоже, нахуй. Вы направо сдавали? Ты дебил, я выезжаю отсюда. С задним ходом, вот у вас... Смешали, я должен задним ходом выезжать. Кто ты такой? Пешеход. Чтоб мне указывать. Тебе места мало, м***я. Не мало. Иди нахуй отсюда. Вау! Ух ты! Раз он здесь, кто же остался в аду за старшего? Ничего. Возглавы все в порядке. Мужчина. Клей, клей. В порядке. Что делай? Нормальный? Снимай. Снимай, смотри. Огромы все в порядке. Давай. Кл Зачем вы деретесь? Ты считаешь, что-то нормально так вести, нет? Я считаю, что не нормально на мою машину клеить вашу... Вот теперь оставляем, ждем полицию. Полиция сейчас рассудит, что нормально, а что ненормально. Все, стоим, ждем. Пустай, сейчас ждем. Давай, я полицию сейчас вызову. Да, вызову. Вы какое право имеете, мне запрещать ехать? Кто вы такие? Вы сейчас человека избили щеткой, вы сейчас еще вопросы задаете, что ли? Это человек на мою собственность... Это вам не дает право людей калечить, вы что делаете-то? Это вам не дает право... Щетку доставайте, сейчас я вас так отлюплю. Давайте доставай щетку. Сейчас я лупить буду вас. Я говорю, доставай щетку, сейчас я вас отлюплю, как школьника. Ты дурак, нет? Доставай, говорю, щетку, сейчас лупить будете. Так, ну доставайте, говорю, щетку, что вы по телефону-то болтаете? Сейчас вас лупить будем тоже. Я вот со стороны посмотрел, вообще неприятная картина, мне кажется, даже больно было. Товарищ Накия, щетку, говорю, доставайте, лупить будем сейчас по очереди, мы сейчас все встанем, и будем так же, это вы будете говорить своей жене, а в данном случае доставайте щетку, мы будем вас наказывать, наказывать будем. Запрещать, у вас есть основания давить людей, вы взрослый человек зрелый, бросаются мне под машину, бросаются на пешеходной зоне, он не на проезжей части, у вас сейчас лицо вообще не обезображено интеллектом, место, сейчас вы выйдете на дорогу, я скажу, она широкая, объезжайте, вы, пожалуйста, разговаривайте так со своими родными, у вас, видимо, нормально в домашнем очаге, так говорить своей маме, жене, у вас дома вакханалия, судя по тому, как вы общаетесь в общественном месте, нет, вы ненормально, вы не можете, вы оскорбляете, вы не можете так общаться. Мне не интересно, вы стояли, вы стояли где, где, как это называется? Здесь есть стоянка запрещена. Знак для кого? Вы как на войне к исходу удостоверения? Вы не слышите? Знак подразумевает, вообще запрещает. Во дворе тоже пешеходная зона, во дворе я могу парковаться, могу, бля, здесь что? Я в шоке, я сейчас разговариваю просто с глупым человеком. Знак пешеходная дорожка запрещает движение транспортных средств. Вообще, вот серьезно, знаете, я не могу сейчас общаться человеку, который вообще не на этом языке говорит. Знак, знак, который стоит, запрещает движение обычных транспортных средств. То есть только вы, недоставка, разгрузка. Вот есть здесь банк, я имею право к нему подъезда. Да вы ничего не имеете права, все, вы животные, вы ведете себя как животные. Вы не принимайте, пожалуйста, мое мнимое спокойствие за чистую монету. Я с вами спокойно разговариваю, это не значит, что никто вам, ваше... Тебя же не устраивает, как я разговариваю, не разговаривай с собой. Тогда давайте вы без оскорблений, если вы хотите, чтобы все было хорошо, вы не разговариваете так. Хорошо, не хочу, не хочу. Вы, пожалуйста, можете отговорить. Все, я с вами не разговариваю, все. Я говорю, когда один здесь был машина в фристалине, сюда пешком ходили, а теперь они на машинах сюда едут. Сверху.